итак друзья всем привет сегодня 13 июля 2020 года сейчас где-то 18.00 пчелы вовсю работают мы приехали на тачок номер один для чего мы сюда приехали а для того друзья приехали у нас уже я говорил как бы магазины у нас надставки все закончились здесь у нас на тачке стоят семьи в 12 рамочных ульях по 23 магазина где-то я еще добавил дополнительный корпус поставил так что особо одаренные семьи мы будем смотреть если у них сейчас есть печатный мед вот смотрите двух корпусах семьи и наблюдаем вот смотрите здесь вот силы больше улетка вентилирует там тоже надо заглянуть что у них там есть если там у них печатный мед мы его отберем взамен вы привезли рамочки сегодня мы за стационарном тачке откачивали мед сколько комплектов рамок магазинов мы освободили ну все вот печатка виднеется но вот друзья мед печатается такие вот рамочки мы все равно будем отбирать мёд здесь зрелые вот сейчас показывает чтоб как вода что брызгала с рамочки нету такого это показатель зрелого меда у нас выхода нет так бы конечно поставили бы над ставочку этот эти рамочки пчелы бы быстренько еще бы до запечатали но тары у нас нет чтобы им дать чтобы пчелы работали нужно обязательно откачать мед вот пчелы конечно у нас щетки есть собой сейчас мы быстренько с мишей часть меда у семей особо одаренных отберем откачаем завтра опять же будем рамочки вот таким образом менять вот все еще надо ну в общем так вот будем работать дальше продолжать там еще один корпус ну вот смотрите друзья кто-то меня спрашивал в комментариях писал что-то в нижнем корпусе в магазине вот друзья печатный мед там потому что тот магазин стоял первый когда он стал заполняться я начал ставить наверх второй магазин 2 часа заполняется печатается все работа у пчел заканчивается такие семьи я говорю их видно они как бы до летки кучами сидят ну вот магазин один мы сняли меда давайте посмотрим следующий магазин нас рамки стояли три рамки с ващиной ну чтож ващинку они пока строят потом печатают ну вот друзья все хорошо все нормально ващина отстроена а это вообще вот эти вот которые не отстраивались я вам ващинку первую показал а которая была сушнинка она видите вот полностью 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 фактически запечатана тут расплод труднёвый немножко как и говорил что мы не ставим решетку и маточка заходит и вот сейчас вы друзья увидите вот но полностью покажем что вот без решетки как мы работаем что вот видите и второй магазин вот самый ну первый скажем в магазин который стоял но он без расплода фактически вот отличные рамочки мед не брызгает ну вот полностью запечатанная рамка друзья напишите свои комментарии нам тоже ведь интересно вот мы вот ферловской области у вас как происходит как медосбор вот здесь вот кстати вот бывает небольшой минус от расплод вот здесь вот выжил труднёвый и они его заливает вот здесь вот может попадать и как бы более жидкий мед я сейчас вот тряхнул но это капля в море это единичная вот ради такой в рамочки ничего страшного не будет выхода у нас нет один может магазин поставил ребята мы приходим к такому выводу да хорошо два магазина но мы наверно поставим один пока один потом пока один да потому что у нас два . дома стационарная пасека проблема старой с этими рамками в этом году так получилось будем любыми способами выходить из такой ситуации еще друзья хотел бы я сказать на заре своего пчеловодства я всегда работал только с одним магазином так научил меня старый пчеловод он также работал с одним магазином у него запечатывался мед он начинал откачивать откачает рамки эти же на место ставит потом семья снова приносит ему мед опять откачивать и рамки на место ставит все вот такое было пчеловодство ну как то так это из моей юности я помню такое было у нас на пасеке ну сейчас конечно все это меняется объем объемы да конечно объемы небольшие были раньше вот пчела вот так вот ничего а свободные ячейки есть пчелы пусть работают этот мед мы увезем на откачку ну что надо будет следующий улей сейчас вот тут особо одаренные улей третий магазин самый верхний видите мед печатается пчела как бы на ледке ну будем убирать все тут раз три магазина и в третьем магазине уже печатка принципе это мы не планировали у которых ты и магазинах брать мед ну куда может быть даже не заглядывать да думали посмотрели а тут все залито видите какая друзья ситуация думали с двумя магазинами это проблемные надо быстрее тут вот с тремя магазинами вот давайте друзья посмотрим вот тоже печатка уже начинается ну все отлично ну вот друзья семьи у нас стоят без решетки ганимановская без решетки решетками мы не пользуемся много конечно было споров с этими решетками но нам ну не ставим мы решеток не ставим я уже сколько раз говорил пошире рамочки ставим вот печатка хорошая матка обычно она вот именно что заходит трута засеет ну может где-то вот молодая овощинка стоит но сложит матка отложит сколько пчелиных ячеек но расплод то выходит они медом выжимает все и матка опять же работает только в нижнем корпусе но так вот показываем магазин сняли сейчас второй снимаем покажем этот первый магазин что там находится у них входит в этой семье ну вот друзья сейчас у нас остался первый магазин который мы его ставили два с медом уже сняли ну вот так видите трута много здесь где вот труд выходит там как правило бывает незрелый мед ну вот там крайне я вижу печатные рамочки это друзья первый магазин но сейчас мы друзья вот эти рамочки с расплодом брать не будем выберем то что которые печатные рядом поставь миша рамы рамочку чтобы удобнее было потом поставить задыми их туда сейчас друзья мы выборочно что-то возьмем здесь в этом магазине и поставим пустые рамки незрелый мед мы тоже не хотим брать и откачивать потому что вот эти вот труднивые ячейки они много раз могут спровоцировать хороший натуральный мед потому что трудень то выходит и пчелы тут же подливает жидкий нектар и вот жидкий нектар не очень-то хочется забрать вот это нормально рамочка пойдет ну все отборочная отборочно выбираем магазин и я думаю что если тут стояло три магазина мы еще сверху поставим пустой все с этим будем так и сделаю так как друзья тут пчелы много в некоторых рамках тут расплод трудневый был мы оставили печатный мед забрали и дополнительно второй магазин поставили сверху откачанный стояла с тремя магазинами принципе она стояла себе так что вот это вот ну как бы для этой семьи норма это сильная семья ну вот так вот мы ее сбудоражили сейчас друзья время вечер это нормальная ситуация то что мы сейчас мед отбираем за ночь пчела успокоиться подправить все ячейки ну и с утра надеемся полетит за нектаром вот друзья первый магазин виде печатка есть верхний мы сняли полностью залитой медом вот так друзья можно определить которая семья у нас переполнена медом вот три магазина пчела сидит два магазина сидит тела вот так вот три магазина это 12 рамочная сяуля три магазина вот так вот кучкуется вот они вот они озаренные пчелы которым нужно что-то ставить на ставку либо откачивать нашем случае мы будем снимать вот эти вот магазины брать печатный зрелый мед ну вот так друзья мы работаем отбираем печатный мед либо если рамочки не совсем печатные но вы сами видели и кто давно пчелами заниматься они знают когда трясешь рамочку если незрелый мед то оттуда естественно мед выбрызгивает нектар ну я конечно и сам незрелый мед качать просто не буду и не стал выбрать у пчелосемей потому что у меня берут мой мед свои проверенные покупатели многие и я не хочу чтобы мой мед кому-то достался незрелый но так пчелы продолжает работать мы тоже продолжаем работать сейчас этот мед сколь сможем отберем увезем на стационар ну а завтра с утра уже будем откачивать сегодня уже время позднее нам тоже нужно отдыхать мы не железные отдых все равно нужен а так друзья на этом свое видео заканчиваю кому понравилось видео ставьте лайки то друзья не подписался еще подписывайтесь там внизу рядом с подпиской имеется значок колокольчик жмите его и вы всегда будете получать свежие новости с моего канала всем друзья пока и до новых встреч всем удачи пока пока удачи